Тем не менее, нужно понимать, что существует несколько типов тренингов. Один из этих тренингов — это инструментальные тренинги. Например, нейролингвистическое программирование относится к инструментальным тренингам, когда мы людей учим определенным инструментам, которые они могут использовать в своей жизни. И существуют мотивационные тренинги, когда людям не дают никаких инструментов, но когда их заряжают достаточно мощными эмоциями, такими мощными, которых у них нет в реальной жизни. Вот это как раз и есть Лайф Спринг. То есть люди, которые попадают на тренинг Лайф Спринга, нужно понимать, что они не получают никаких инструментов, они получают мощный эмоциональный заряд. Более того, зачастую от сверхэмоций они переходят потом в депрессивное состояние, и это означает, что требуется новая подпитка. Идея Лайф Спринга — это идея того, во-первых, люди в коллективе ведут себя немножко по-другому. В коллективе, особенно если происходит эмоциональная такая зарядка, эмоциональная подпитка, уровень рациональности резко снижается. И люди начинают принимать иррациональные решения, то есть решения, которые не связаны с логикой, а решения, которые связаны с этими эмоциями. Прямо сейчас у нас все здорово, давайте будем делать, давайте пойдем свернем горы и все остальное. И люди начинают терять логический разум. Они исходят из вот этих внутренних состояний. Через некоторое время этих состояний становится мало, поэтому хочется получить их еще и еще. И, собственно, люди подсаживаются на такую эмоциональную иглу, а за эмоции, за большое количество серотонина можно отдать ей приличные деньги.